здравствуйте с вами светлана цветкова рада приветствовать вас на канале вязаные игрушки моя мастерская и сегодня в видео уроке я хочу вам показать как я оформляю детали игрушечки вот на примере этого пряни мы вяжем мастерской деда мороза на елочные игрушечки шоколадные пряни это одна из игрушечек девочки участницы мастер онлайна получат этот мастер-класс по которому можно будет связать и такого вот плоского пряни я покажу каким образом можно его создать и вот такую вот объемную игрушечку то есть можно сделать будет на свое усмотрение или плоскую или объемную игрушечку или мальчика или девочку это все будет в мастер-классе сегодня я покажу вот на примере вот этой вот игрушечки не оформленные пока девочки как я вышиваю ножки личико мой вариант нам с вами понадобятся ниточки я буду использовать для вышивки белые ниточки это у меня и распредельный ниточный комбинат кирова вот это вот похоже на черный но это темно-коричневые ниточки розовые могут понадобиться если мы будем вышивать щечки для девочки и ниточки цвета тела могут понадобиться если захочется например сделать носик эти ниточки держу под рукой потому что идеи приходят прямо в процессе вышивки буду использовать иголочку и ножнички и информация для тех кто хочет присоединиться в мастерскую и связать игрушечки декабрьская мастерская идет в ней мы вяжем игрушечки крючком игрушечкой спицами на ваш выбор вы можете выбрать под этим видео я поставлю ссылочку на темку где написано как присоединиться мы уже связали крючком вот такой вот жаккардовый леденечек и жаккардовый шарик вот такой вот он симпатичный получается это у нас получается уже третья игрушечка которую мы вяжем в онлайне если хотите присоединяйтесь ссылочка под видео итак для начала я вставляю в иголочку достаточно длинную ниточку белого цвета начну с оформления ножек на ножках у нас вот такими стежочками сделана вышивка у нас пряничная девочка поэтому можно использовать белый нарядный цвет можно взять какой-то темный коричневый можно даже розовый зеленый на ваше усмотрение и так на конце ниточки я сделала узелок сначала немножко фиксирую его внутри вязание и вывожу в том месте где я хочу начать сделать вышивку то есть вот сбоку ножки вот от этого места я буду начинать и дальше я просто вот такими вот маленькими стежочками вышиваю такие заострения получаются у нас решила не мудрствовать потому что детальки маленькие игрушечка маленькая здесь особенно с вышивкой не разбежишься если вы умеете хорошо красиво вышивать то пожалуйста делайте по-своему я вам показываю свой вариант и так вот такие вот два стежочка сделала еще сделаю два таких же стежочка вот получается что я вышиваю с одной стороны ножки с другой другая сторона ножки у меня остается просто одноцветное вот что у меня получилось все очень просто здесь 1 2 3 4 стежочка ими я вышила с одной стороны дальше эту же ниточку я провожу в следующую во вторую ножку в то место откуда начнется вышивка то есть вот прям посмотрю где начиналась на первой ножке и туда же выведу на второй ножке чтобы примерно симметрично располагалась вышивка так и здесь точно так же вот такими вот небольшими стежочками аккуратненькими делаю вышивку на светло-коричневом фоне не очень хорошо видны белые ниточки но я не стала брать темно-коричневые хочу чтобы девочку была такая нарядненькая пусть даже эти стежочки не будут сильно заметны и так вот делаю четвертый стежочек и дальше этими же ниточками буду вышивать на ручке провожу внутри вязание смотрю чтобы здесь аккуратные стежочки получились но с другой стороны чтобы вышивка не стягивала вязание не деформировала его точно так же на ручках вышиваю стежочки ручка у нас еще меньшего размера поэтому стежочков возможно здесь будет не 3 не 4 а 3 да вот 3 стежочек здесь поместится 4 делать не буду и вывожу потом в вторую ручку эту же ниточку опять расправляю чтобы вязание не деформировалась не съеживалась понятно что у вас абсолютно симметрично не получится но это же у нас пряничек при росписи пряничка тоже штришочки эти бывают разные вот и с этой стороны тоже вышло три стежочка и дальше буду этой же ниточкой белого цвета вышивать улыбочку вывожу иголочку в уголок то и примерно смотрю как бы мне хотелось его сделать ну вот например пусть будет вот такая вот улыбочка то есть вот ввожу сюда во второй уголочек рта и дальше для того чтобы у нас ниточка не болталась мы будем ее немножечко фиксировать таким образом давайте сначала сделаем улыбочку чтобы она у нас была понятна как она будет идти дальше это мой вариант не обязательно у вас должен быть именно такой я просто покажу как делаю я я ввожу иголочку в ниточку прям между волокон очень аккуратно и еще разочек опять в ниточку между волокон чтобы получился небольшой стежочек прямо на ниточке и и аккуратненько прикрепляю к вязание с этой стороны тоже один такой стежочек маленький делаю вводя иголку в ниточку между волокон и и еще разочек таким вот образом дальше вывожу опять в уголок где начинала вот здесь вот не стягиваю прямо проверяю чтобы ничего не было стянуто и дальше вот здесь у нас получилось 2 стежочка я их делала прямо на ниточке теперь вот таким вот образом ввожу иголочку получается немножечко окручиваю ниточку проверяю все ли мне нравится если не нравится то лучше прямо сейчас переделать чтобы точно все понравилось когда вышла ротик эта ниточка нам больше уже получается не понадобится поэтому я ее прячу внутри вязание проведя несколько раз иголочку в разные стороны при этом не натягиваю чтобы опять не получились углубления если такое получилось то вот так вот расправляю и проведя несколько раз в разные стороны ниточку натягиваю и на натяжении отрезаю у нас получилась улыбочка дальше мы с вами будем вышивать глазки вставляю в иголочку ниточку темно-коричневого цвета ввожу ее ввязание для начала фиксирую узелок который сделал вот здесь вот в конце узелок я фиксирую здесь вот натянула и еще один стежочек сделаю внутри чтобы не вытянулась ниточка если за нее потянуть и дальше вывожу иголочку в то место где у нас будет уголок глаза это пока примерно потом можно вывести в другом месте сейчас просто нужно представить немножечко как это будет выглядеть наметим глазик таким вот образом пусть например будет вот так вот ввожу иголочку где будет 2 2 уголочек глаза и вывожу немного правее первой точки с которой начинали мы стежочек не натягиваю потому что если натяну слишком сильно то тогда получится просто вот такая вот ровная полосочка нам нужно чтобы глазик был немножко дугой но тоже не сильно чтобы не получилось слишком длинного стежочка теперь провожу иголочку подать ниточку не зацепляю ее просто провожу под дни это нам нужно для того чтобы немножечко приподнять вот это вот дугу чтобы она имела именно форму вот такую вот вверх дугой и делаю здесь небольшой стежочек ресничку и опять вывожу под ниточкой который у нас будет дуга вот у нас получилась первая ресничка сделаю точно так же вторую ресничку можно ее и в ту же сторону направить можно вверх главное что не делайте слишком длинные реснички а может быть вам захочется наоборот сделать слишком длинный сделать длинные и опять вывожу иголочку под первым стежком натягиваю здесь вот можно сделать еще один стежочек посмотрите в какую сторону вам хочется направить пусть будет сюда и сразу же вывожу на второй глазик так вот у меня получился первый глазик второй глазик смотрю чтобы у меня вот этого . располагалась в том же ряду что и у левого глазика один два три четыре четыре столбика у меня один два три четыре это я считаю для того чтобы вывести иголочку в месте второго уголочка пока выведу в произвольном месте иголку натяну опять сделаю вот этот вот начальный стежочек очень важно разместить глазик симметрично первому и теперь буду делать реснички первая ресничка это уже сравнивала с первым глазиком все-таки хотелось бы чтобы получилось похоже и делаю третий стежочек выведу пока иголочку тоже в произвольном месте расправлю и посмотрю все ли мне нравится и вот что у меня получилось два глазика вышито у мальчика пряни я этой женичкой немножко вышила волосики можно этого и не делать потому что и без волосиков он смотрится очень даже симпатично вышила я а пряни вот здесь вот носик между глазками ниточкой которая вязала у девочки сейчас посмотрю ниточку спрячу внутри вязания проведя несколько раз в разные стороны натяну и отрезаю на натяжение так чего-то не хватает у девочки посмотрю посмотрю может быть сейчас вышью щечки беру розовую ниточку опять делаю на кончике узелочек сначала фиксирую ее внутри вязание чтобы узелочек не выбился и вот где-нибудь сейчас попробую между глазиком и улыбочкой вышить щечку если сделать вот такие вот стежочки небольшие наверху сделаю стежочек поменьше на самом деле экспериментирую то есть когда игрушечка окажется у вас в руках то может быть вам захочется что-то свое сделать у нее возможно вы захотите связать связать щечки свяжите кружочки и пришейте будут у вас щечки здесь уже с игрушечкой в руках вы будете ее крутить вертеть украшать как вам хочется вот сделала расширяющиеся стежочки сначала несколько одной длины сделала теперь пробую делать уменьшающиеся стежочки чтобы такой получился похожий на кружочек располагаю стежочку под стежочком чтобы не было видно промежутков вот так например вышло и вторую щечку сделаю точно так же над тем же рядочком буду делать вышивку пока снимала видео вышло солнышко у нас в Санкт-Петербурге можно этому только порадоваться и так и с другой стороны тоже вышли такую же щечку примерно ну вот вторая щечка тоже примерно готова кончик ниточки я спрячу внутри вязания ну вот так сейчас выглядит моя девочка хочется добавить ей носик я это пожалуй сделаю так я взяла ниточку цвета тела опять ее сначала фиксирую внутри вязания дальше вывожу в то место где примерно может быть носик с пропорциями у нее всегда очень большая проблема но это мне тоже не мешает ну вот примерно здесь сделаю носик несколькими стежочками его вышлю не стягиваю расправляю чтобы голова была кругленькая оставалась вот так вот 3-4 стежочка делаю вот такая чтобы она была еще более курносенькая можно тогда вот вокруг этих стежочков вот так вот пройтись ну пусть она у меня будет курносенькая почему бы и нет вот так вот когда вышла вышла опять прячу кончик ниточки внутри вязания ну вот такая вот девочка у меня получилась ей явно что-то еще нужно сделать на голову я пока не придумала придумаю и сфотографирую тоже прикреплю хочется каким-то образом украсить вот мальчик у меня получился вот такой что интересно они связаны по одному описанию из одних и тех же ниточек это ирис определенного комбината кирова но за счет того что внутри у мальчика каркас он плотный наполнитель здесь вставлен только в переднюю часть а девочка у меня полностью с наполнителем внутри за счет этого игрушечки получились разные по размеру вот так интересно вяжите своих пряничков девочек мальчиков придумывайте что это у вас будет елочная игрушка или просто игрушечка если хотите добавить в коллекцию сладости конфетку рождественский леденец жаккардовый шарик то под это видео я поставлю ссылочку где можно присоединиться к декабрьскому онлайну нашей мастерской и связать и другие сладкие игрушечки вместе со мной если вам понравился мастер-класс напишите если хотите получать вовремя информацию о новых мастер-классах можете подписаться на канал и поставить значок колокольчик нажать так оповещения о новых видео будут вам приходить сразу же и вы ничего не пропустите вовремя свяжите игрушечки и получите другую полезную информацию надеюсь мастер-класс был вам полезен пока пока Светлана Цветкова Jáрано Цветково я вот где наказал эта звездная мне т.д. ну я т.д. вот еще